потому что мы вот это вот, ну вот это вот всё, всё каждый день, вот этот безумный день сурка, и у нас ничего больше нету. И когда мне задали вот этот вот вопрос про вот эти вот, да, там 20 минут, что вы сделали из повторяющихся любимых действий, я подумала, да нихрена я вообще не сделала, потому что эти дети задолбали. Этот муж задолбал, когда он со своим там тремя завтраками меня каждое утро, да. Нет депрессии, депрессия, блин, бывает только, когда, блин, кто-то умер, тфу-тфу-тфу, вообще, или какие-то серьёзные у кого-то там проблемы со здоровьем, всё, не бывает больше депрессии, просто уже примите тот факт, что вы нихрена не делаете. Ваши дети и ваш быт, это вообще всё ни при чём. Вы должны что-то делать для себя, шитьё, чтобы это было вот кайф, да. Я раньше бегала на танцы, это прям мой ресурс, я прям… Тренировка считается для себя, но, блин, ну тренировка, но ты же не можешь сказать, что тренировка – это твоя душа, это твоя страсть. Ты такая, знаешь, встала утром, такая моешь посуду или что-то там, и такая, блин, я сейчас, я так хочу тренировку, что я просто сейчас с ума сойду, как хочу эту тренировку. Мне кажется, что такого чувства от тренировки не бывает, поэтому это тоже фигня. Вот скажем, мы что, все по одному сценарию живём? А то, конечно, мы живём по одному сценарию. Сейчас моя отдушина – это мой курс. Ань, ты знаешь мой курс. Я не знаю, у тебя были свои там претензии к нему, что ты там… Да, я всё учла, я всё учла, и мой второй поток, он будет просто безумно крутой. Вот. И я просто им горю, да. Вот я сейчас, например, горю своим курсом. Я начала зарабатывать деньги. Я, ну вот, понимаете, бывает, я тащу себе тренировок. Ну, бывает, да, окей, но это всё равно не то. Вот. Например, у меня там были танцы, я обожаю бегать. Да, это здорово, что мне так, как бы я живу на море, например. Бег по квартире, да. Претензии только к себе. Вот. Я бегаю вдоль моря, но я просто живу на море. Это, ну, как бы круто, да. Но это всё равно всё не то, да. Да, конечно, я, например, сейчас пришли такие времена, когда я мою посуду и думаю, блин, я сейчас побегу бегать вдоль моря. И не потому, что, хотя мне бег приносит этот кайф, а потому, что я просто выйду из дома и останусь одна. Вот для кого-то это тоже кайф. Просто выйти из дома, сесть в машину и можно просто посидеть в машине. Ну, элементарно, знаете, послушать музыку в наушниках любимую, писать что-то в ежедневнике, я на привет, и просто расслабиться и побыть одной. Ну, почему нет? Ну, мне кажется, это тоже хороший вариант. Нужно вот это время быть одной, быть, как бы, да, для себя. Про завтраки с мужем, на самом деле, да, это смешно и утрировано, и не утрировано. Но, когда я не понимала вот этой вот фишки, да, что ему так важно со мной завтракать, то есть, как я, да, когда его нет рядом. Я, ну, что-то быстро слопала и погнала, на целый день я убежала. И когда здесь муж, и мы с ним завтракаем, например, два часа, у него три блюда, я ему накрываю, как в ресторане, скатерть, там, да, ну, как бы, салфетчики, все такое, вы видите, это все я фотографирую иногда. Да, я ему говорю, не жрать сейчас, я еще не сфотографировала, вот. И когда я поняла вот эту вот элементарную, вы все знаете эту книжку «Пять языков любви» Чапман или Чепман, правильный автор, да, когда я поняла, что у мужа просто язык любви, язык любви – это время и просто для него, когда я сижу рядом с ним и провожу с ним вот это время, он ощущает мою любовь, да, если, как бы, ну, для него вот это вот язык любви. Не мои красивые слова, не мои подарки, да, не мои какие-то там, я не знаю, что там еще, эти эмоции там, еще что-то. Для него время. И я поняла, я приняла, я прекрасно осознаю этот факт, что ему нужно мое время, и я спокойно это уже без всяких бешенств, потому что раньше я прям писала девчонкам, если мы там договаривались чего-то, я прям такая, ну, тихонечко пошел третий, этот, третий завтрак. То есть все же понимают, что три, три блюда, и уже третий блюдо, ну, на подходе, то есть я сейчас освобожусь. И мы прям доедаем это третье блюдо, и я такая все убираю, я так все медленно, но все-таки время мы проводим вместе. Терри-пыры, я усвистала просто все, три, три блюда мы слопали. Вот, это, конечно, я, ну, вы понимаете, смеюсь, утрирую, но я хочу показать то, что как бы ни было смешно, а это очень здорово, когда вы понимаете, на каком языке любви, да, ваш мужчина там или ваша женщина говорит. На самом деле я думала, что язык, вы спрашиваете, какой язык моей любви, на самом деле я думала, что язык моей любви, это тоже время. Сначала я так думала, потому что, да, я обожаю, да, когда мы с мужем проводим время вместе, особенно вот эти вот выезды, да, там путешествия, или на два дня, на три дня мы можем слетать с ним куда-то там, на концерт на два-три дня. Я думала, что это время, но, потому что я не получала, как бы, того, что мне на самом деле нужно. И только недавно я вам рассказываю, как муж, да, у него не очень хорошо с эмоциями, но это становится все лучше и лучше. Когда я поняла, что на самом деле язык моей любви – это эмоции и прикосновения, я поняла эту фишку. Что меня не устраивало, да, почему я не могла вот как-то вот, вот что-то, что-то, вот было все вот вроде бы хорошо, а вот чего-то такого прям вот не хватает. И когда я начала изучать вот эти, да, опять же, ну как изучать, блин, эта книжка, она за полчаса читается, когда я прочитала, посмотрела и вдумалась, не просто так, да, приняла к сведению какую-то хрень очередную психологическую, а когда вот это вот, ну, получилось мне понять, глядя на мужа, потому что муж, я, яарый представитель вот этого языка любви, времени. Мне даже не так подарки как бы для меня, да, хотя я в свое время думала, что подарки для меня – язык любви. Ну, тоже как бы, хотя такой вот на грани, да, ну просто мы женщины, у нас обычно так и бывает, или подарки, блин, или вот эти эмоции, прикосновения, какие-то красивые слова, наверное, чаще всего. Для кого-то язык любви – это помощь, то есть если муж помогает, моет посуду, выносит мусор, помогает с детьми, их моет, стирает, да, там детей стирает, моет и все вот это вот делает, это помощь. И для женщины бывает так, что для нее помощь – это язык любви, то есть она говорит, там, он меня, ну, любит, он мне так помогает, ну, как бы, да, вот такое вот. Для меня нет, мне нафиг не нужна, как бы, помощь, то есть она мне нужна, но это не является моим языком любви, и для меня это, ну, вообще не показатель никакой, то, что, там, меня любит мужчина, например. Вот, поэтому это очень здорово, говорят, что это очень здорово, когда… Это очень здорово, когда муж и жена говорят на одном языке любви. Ну, как бы, возможно, наверное, это очень здорово, но у меня нет такого примера, да, вот, у нас совершенно разные языки любви, когда муж тоже понял и осознал это, да, ему тоже стало легче со мной, наверное, понимать меня, что ли, когда я, там, к нему, да, там, я красивая, там, да, или что, мы же любим это, блин, я красивая, да, красивая, красивая, ты что, не знаешь, там, вот это вот все. Вот, он теперь мне так не отвечает, потому что знает, что для меня это язык любви, спросить, там, в сотый раз, красивая ли я, или, там, ну, что-то в таком духе. Вот, поэтому почитайте, девчонки, сохраню, да, конечно, эфир «Пять языков любви», Чепман называется книжка. Каждый индивидуален, не каждому по кайфу этот язык любви, например, мой перестал вообще понимать ласку, только лежит и в телефоне, хоть голая ходи, не заметит. Так, конечно же, не всем по кайфу этот язык любви, поэтому их пять. Ну, как бы, да, у кого-то, может быть, есть какая-то смесь из этих языков, да, там кто-то любит ту же самую помощь и подарки, я не знаю, для кого-то время и ласка, а для кого-то только, вот, например, как для моего мужа в основном, ну, это время, чтобы вот я была рядом, и ему прямо супер больше, ну, как бы ничего не надо. Вот, поэтому нужно смотреть что-то, попробуйте поанализировать, что нужно вашему мужу, может быть, ему будет круто, если вы ему что-то подарите, да, но я не говорю какие-то глобальные подарки, а какой-то сюрприз делаете, сходите, блин, на курсы стриптиза, и если он лежит там у вас на диване с телефоном, там хоть голая ходи не заметит, включите музыку и стриптиз, я думаю, что он заметит, вот, поэтому нужно, ну, пробовать, наверное, если вы хотите, если у вас есть такое желание понимать, что ли друг друга лучше, это, конечно, очень здорово, когда ты начинаешь понимать, а почему так, кто-то, например, он мне вообще не помогает, он, да, он не укладывает детей, там, он не выносит мусор, он не моет посуду, а для мужчины это не показатель любви, то есть он не помогает не потому, что он такой козел, а потому что он свою любовь проявляет по-другому, а она этого не видит, она не замечает, потому что ее язык любви помощь, и если он козел мне не помогает, то ты меня не любишь, а он ей, например, обнимает ее, или цветы принес, или, блин, все время говорит, какая-то у меня красивая, а ей нафиг не нужны эти слова, ей нужно, чтобы он вынес мусор, и вот они вот так вот сидят, не понимают, что друг с другом происходит, вместо того, чтобы поговорить, и она может сказать, пожалуйста, мне вот так, чтобы, ну, чтобы я там поверил, ну, как это, да, сформулировать, чтобы я там поверил, что меня любишь, пожалуйста, помогай мне больше, для меня, вот хочется, чтобы ты мне помогал, я буду чувствовать этим твою любовь, а он мне скажет, да, я даже не знал, потому что я свою любовь проявляю тем, что говорю, что ты красивая, вот, вот в этом вот фишка, она вроде бы такая банальная и простая, но на самом деле тут есть свой кайф. Что еще читаю? Сейчас смотрела ваш вчерашний эфир, не успела досмотреть, зато сейчас в прямой эфир попала, да, что-то мы... Марина, вы счастливы, Даша? Даша, да, я очень счастлива, но для полного счастья мне все-таки очень не хватает моей какой-то самореализации. Я прямо понимаю, что мне это вот сейчас очень нужно, я раньше этого не понимала, не замечала, не обращала на это внимание. Если вы читали вот эти мои два поста про женщин, про первую и вторую женщину, я прям номер один очень долго и достаточно давно была, когда думала, что, блин, если ты вышла замуж, все, вот это вот, да, села и сиди, так круто, если тебя обеспечивают, вообще больше ничего не надо, там все у меня есть, мне ничего не надо, там, правда, у нас никогда такого не было, что я там, типа, захотела, мне там салон красоты открыли или еще что-то, но, в принципе, так очень многие живут, и я не говорю, что это плохо, я говорю, что это по-другому. Захотели ей салон открыли, захотели какой-то бизнес маленький там женский, пусть она ничего с него не имеет, просто вот потому, что, во-первых, это круто и перед подружками, и вот, ну, вроде как бы вот бизнес-леди я там теперь такая, и все это за счет мужа, это все, все, все за счет мужа, вот, и до поры до времени это было бы круто для меня, но потом вот у меня прямо реально переклинило вообще, просто во всем меня настолько переклинило, что я даже не могу найти, вернее, объяснить вот эту вот причину, потому что, как таковой причины не было, я просто поняла, что я должна сама развиваться и реализовываться сама, и мне деньги мужа, это очень круто, да, то, что он обеспечивает вот это все, там, детей, все вот эти вот, да, там, поездки, их школу, там, эти все кружки, там, да, что мы живем в таком доме, это все очень здорово, это все очень круто, но для меня это, ну, лично вот для моего развития, это ничего, то есть от этого я своего развития не ощущаю, и это мне не дает лишнего, как бы, счастья, я счастлива, что я могу жить вот так, но для моего полнейшего самоудовлетворения этого очень мало, и то, что я могу, например, сейчас я пробую, да, вот эти вот курсы мои, например, которые я сделала, курс по няне, курс по телу, когда-нибудь, когда вам будет интересно, я расскажу весь этот путь, я даже расскажу, сколько я на нем заработала, хотя эти деньги, опять же, для меня не столько показатель, именно деньги, сколько вот круто, что я смогла это, что девчонки поверили, доверились, и многие купили то, что я сделала сама лично, я потратила на это время, я потратила свою энергию, я вложила просто вот с головы до пят все вообще, что можно было, и получились у меня наикрутейшие продукты, которыми я горжусь, которыми я просто счастлива, и я хочу идти дальше, и вот давать какую-то информацию, и, конечно же, денежное вознаграждение, оно просто как, ну, как само собой оно должно быть, за то, что я трачу свое время, и, да, ну, вот это вот от семьи там где-то беру или что-то, трачу безумную энергию, и все это просто вот, ну, отдаю, оно должно вознаграждаться, так положено, вот, и вот когда я вот это вот начала делать, и начала иметь свои деньги, это совершенно другие ощущения, это такие ощущения, что даже не передать, это не зарплата, которую вы получаете, да, например, сидя в офисе бухгалтером или там еще кем-то, это другое, потому что это личное, да, это личное дело, личный бизнес, и это немножко другое, чем даже офисная работа. И, конечно же, у меня огромные планы, и я очень вдохновляюсь, и когда я мужу рассказываю, конечно же, он мой безумно гордится, но меня тоже бесит, что со стороны своего безумного количества лет бизнеса он мне дает вот эти вот там какие-то, что я тут не так сделала, это все не то, это вот это вот все, и тебе больше никто этот совет не даст, тебе больше никто так круто не скажет вот эти вот там, по бизнесу тебя никто не научит, конечно, блин, вот это вот все тоже начинается. Я молчу, я слушаю, но я все равно делаю по-своему, я не могу как бы следовать, да, я привыкла, если я что-то где-то не так делаю, я лучше на своих ошибках, но это моя дурость, я знаю, я лучше на своих ошибках отучусь, вот. Но это определенный стал новый, новая ступень, новый виток в наших таких отношениях, когда я начала заниматься вот этим вот своим делом, да, вот то, что мне реально приносит прям безумное удовлетворение. Когда-нибудь захотите, мы проведем такой эфир по тому, как я начала это делать, что мне это дает, что я от этого получаю, да, какие деньги вообще можно заработать, и я вам, ну, постараюсь как-то это все донести. Очень много вопросов. У меня осталось, девчонки, одна минута, блин, ну, это вообще, конечно, мне кажется, так быстро пролетает это время. Девчонки, я просто в восторге от того, как вы общаетесь и разговариваете. Даша, интересно, путь интересен очень. Как создали, как придумали, решились, это очень классно. Да, это безумные эмоции. И, вы знаете, вот я когда начала вначале говорить про эмоции мужчины и женщины, и я поняла, что сейчас вот эту сильную эмоцию я снова даю мужу. То есть у нас, блин, мы сколько, 18 лет, что ли? И, ну, понятно, что все утихло, приутихло, вот это вот все, но я понимаю, что с ростом, с моим ростом как личности, это еще одна сильная эмоция, которую я ему сейчас даю. Я вот именно как бы про это тоже имела в виду, что не может быть все, вот как в том фильме, красиво, размеренно, спокойно. Должно быть что-то, сильные какие-то чувства. Девчонки, я с вами прощаюсь. Блин, пролетел эфир безумно быстро. И мы с вами... Давайте второй эфир сделаем, может быть, чуть меньше, чем этот. И я вам еще про чек-листы расскажу. Не уходите, кто может, оставайтесь.